Обычный день, ищейки на космической станции, брифинг с проклятым начальником охраны, получение указаний и выкуривание всех сигарет, которые попадутся под руку. Что может пойти не так? Доктор Хонгсон, вот что может пойти не так. Клоуны по совместительству мой напарник, стажер, нихрена не понимающий в криминалистике, кодовое название «Заноза в жопе». После брифинга я отвел его в свой кабинет, ознакомился с инвентарем, а также сказал, что он будет делать. Вы обязаны доктора Хонгсона было давать мне сигареты и носить мой инвентарь. Шо я, блять, сам должен его таскать? И вот он, наконец-то, наш первый вызов. Какое-то неустановленное гражданское лицо рисует на стене или на полу оскорбительные надписи мелом. Мы должны установить это лицо и наказать строго по космической хартии закона. Как только мы прибыли на место, я понял, что ничего серьезного нас тут не ждет. Обычное хулиганство. Порошок для проявления отпечатков пальцев результатов не дал, значит, преступник был, скорее всего, в перчатках. Поэтому я вооружился набором для сборки элементов ткани. И тут меня ждала удача. Мы кое-что нашли. В лаборатории в моем кабинете мы провели анализ этих тканей, которые собрали и на одной букве мы обнаружили ткани из-под белых перчаток. По собственному опыту могу сказать, что такие носят либо священник, либо мим. А вот уже изучив второй образец, через микроскоп я увидел четкие частицы ткани с костюмой мима. Этот ублюдок заплатит. Ну а дальше уже телотехники. Образцы наших хулиг попадают в наш архив, чтобы, если что, мы могли доказать вину этого ублюдка. Мы находим человека, который работает мимо, проверяем его досье и меняем его статус на разыскивается и пишем за что. Сядут усе. Дальше больше. Так как вызовов не было, мы с доктором Хонгсоном сидели, чилили, курили сигареты, донской табак. И тут с помощью своих рентгеновых очков я увидел, что кто-то шарится в служебных тоннелях у меня за кабинетом. Да, у нас тут тело и такое есть. После того, как он попытался вскрыть дверь, я понял, что что-то тут неладненькое. Решил выйти и спросить, что за херня. И подскользнулся. Мог сломать себе шею, а сверху на меня прилетел тяжеленный стакилограммовый дед Хонгсон. Оставлять это было нельзя. Так как этот дурачок оставил свои собственные пальчики на этом мыле, поиск его был не такой уж и сложной задачей. Мы нашли кто это такой и бахнули ему срок за хулиганство и вредительство. Также спустя какое-то время там что сыром что ли намазано в этих-тех тоннелях начала шариться какая-то блондинка в медицинской робе, что я тоже находил довольно странным. И у нас даже завязалась небольшая погоня, потому что она пыталась то ли убежать от меня, то ли чего-то испугаться. Но после непродолжительной беседы я установил, что это медицинский работник, под хирургом, кажется, ходила и сказал, что я слежу за ней, потому что ебать странно, что ты делаешь не на рабочем месте, а подруга. И вы не поверите, спустя какое-то время она вернулась, но слегка замаскировавшись. Не знаю, что двигало ей, но она оставила мне презент. Это было хорошее вино и пицца. Ммм, кто-то хочет меня. Тем временем наша бравая служба безопасности поймала проклятого Боба, который шарился в тех тоннелях и оставил, как вы помните, мыло. И я должен был его допросить. Ух, стрина Боб. Говорят, небольшая травма у меня. Как дела, браток? Ужасный детектив. Да ты что? Меня избили. Зачем шастаешь по тоннелю, поразбрасываешь мыло под дверями? У меня работа шастать по тоннелям. А мыло у меня кто-то спер. Боб, я видел, как ты это сделал. Я показал ему на свои рентген очки. Ужасно грудь болит. Док, а что вы руки мараете об этого гнусного типа? Что я сделал? Бросил мыло под дверью моего кабинета. На мыле твои пальцы, Боб. Зачем ты бросил его под дверью моего кабинета? Хотел, чтобы я сломал шею, да? Вы не против, если я ввиду его болеутоляющее? Водите. Я тебе твое мыло в зад затолкаю, если не признаешься. Можете запретить мыло на всей станции, только меня отпустите. Я ничего не нарушал, меня уже избили. Боб, дело не в том, что мыло запрещенный предмет. Дело в том, что вы бегаете по станции в тех тоннелях и вредите персоналу. А также отрицаете все, пока вас морда не ткнет. Я вот, между прочим, ребро чуть не сломали и кровь пустили ваши ребята. Последний шанс. Я больше не смогу вам помочь, Боб. Рассказывайте. Да посмотри же ты, его ебаный рюкзак! Сказал хос. Он на столе лежит. Я ознакомился с содержимым рюкзака. Мое, Боб! Откуда у вас костюм ниндзи и холодное оружие? У тебя нет другого выхода, сознавайся. Что? Какой костюм? У меня черный рюкзак. Ты хочешь, чтобы я сверил кусочки материи и отпечатки пальцев на этих предметах? Или сам все расскажешь? Доктор, я схожу с ума. У тебя 10 секунд, Боб. Один, два, три. Я отказываюсь разговаривать без адвоката. Уберите, Бобу, из допросной в камеру следственной изоляции. Спасибо. И тут меня отдернул наш глава охранного отдела. Ты знаешь, брат, я тут немножко это, того, этого. По-моему, это рюкзак все-таки был не Боба, а рюкзак был все-таки мимо с мечом и одеждой. Херово! Тогда дайте Бобу за хулиганство, а с мимо, может, как-нибудь сами разберетесь. А нас тем временем уже ждало новое дело. Кто-то на выходе из каморки оставил очень много крови, а также мы обнаружили руну из мела внутри этой каморки. Мы собрали эту кровь в колбочку и пошли проверить, чья же она, и пригласить человека на допрос, чтобы узнать, какого, собственно, хера около рун находится его кровь. Сканером ДНК я особо пользоваться и не умел, но как-то справился. Была установлена как группа крови, так и ДНК этого человека, поэтому дальше все, естественно, как по нотам расписывается. Мы находим, кто это такой, и им оказался некто Димка-плотник. Что-то вроде атмосферного техника, которого явно крови быть не должно. Ставим розыск и приглашаем его к себе на допрос. А то мало ли что. Перемещаемся в лазарет. В лазарете нам предлагают ознакомиться с трупами двух шахтеров, которые были найдены в своем шаттле. Вскрытие проводил местный врач, и он сказал нам, что один умер, собственно, от того, что у него разорвались легкие, а второй от резкого скачка радиации в его организме. Но по нему и было видно, он немного светился. В общем, дефолтно пригорели на работе на своем ебаном астероиде. Никакого чувства собственной безопасности. Дело закрыто. Дальше интереснее. В туалете была обнаружена настоящая руна. Охрана робота печатал это место, а я начал изучать, что кого. На руне и рядом с руной не было ни отпечатков пальцев, ни каких-то частичек ткани. Так что я был в тупике. Осталось проверить, не оставил ли убийца за собой каких-то кровяных следов, которые он убрал при помощи швабры, условно. Но для меня ничего скрытого нет, если у меня есть неоновая лампа. Неоновая лампа ничего нам, к сожалению, дать не смогла. А так как анализ крови с руной я взять не мог, то я оказался в небольшом тупике. Но тут мы резко получили вызов от нашего капитана явиться в тех отсеке, потому что там было найдено что-то чертовски интересное. И ёб вашу мать. Это была целая грёбанная священная святыня какого-то невероятного культа. Я включил фонарик, потому что ни черта не видел. Там было полно крови, какие-то статуи демона поклонникам и ещё всякая мистическая хрень. Если честно, я усёрся. Но так как моя смена подходила к концу, я отдал Хонгсону все свои дела, передал все свои начинания и свалил в закат. Сможет ли Хонгсон распутать дело культа? Отрезут ли Максону ногу по дороге к шаттлу? Является ли капитан станции и главой культа? Вы узнаете на канале Терёхе, потому что он играл за Хонгсона, а я ушёл. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было интересно. С вами был я, Максон. Космическая станция 13. Пау. Субтитры создавал DimaTorzok